С 2011 года Александр Прокопьев был депутатом Госдумы от Алтайского края. На протяжении всех трех созывов он активно поддерживал регионы его жителей. Ему удалось сдвинуть с мертвой точки строительство школы в селе Боровиха. Накануне буквально в нашей сегодняшней встрече был подписан документ с Виктором Петровичем Томенко, губернатором Алтайского края, по включению проекта школы Боровихи в КАИП. То есть краевую адресную инвестиционную программу. По факту, что это для нас значит. То есть мы сократили, получается, весь наш временной промежуток по этому проекту на год. Но я считаю, что это наша общая такая достаточно серьезная заслуга. По просьбе жителей Александр Прокопьев лично контролировал возведение еще одного проблемного объекта – моста в Заринске. Во время пандемии он обеспечил антисептиками все школы края для проведения ЕГЭ, а на территории своего избирательного округа с первых дней пандемии обеспечивал средствами защиты медицинские, образовательные учреждения, службы соцзащиты, работников общественного транспорта и так далее. В 2015 году был создан фонд социального содействия. Все это время бюджет фонда формировался за счет личных средств Александра Прокопьева. Суммарно это более 200 миллионов рублей. Реализованы десятки социальных проектов и частных инициатив избирателей округа. Один из ярких примеров – поддержка национальных традиций и проведение фестиваля «Мордовская культура» в Залесовском районе. Для меня лично было большим удивлением, что здесь до сих пор сохранен язык, сохранена культура, традиция. Даже в некоторых моментах она настолько такая аутентичная, что диву даешься на самом деле. Александр Прокопьев также известен своей активной работой по оказанию помощи подшефному славяно-сербскому району в Луганской области и участникам СВО. Он неоднократно лично принимал участие в передаче гуманитарных грузов. Так, для различных госпиталей доставлял генераторы, лекарства, автомобили и передвижные цифровые рентген-аппараты. Также разведчиков обеспечивал защитными шлемами, одеждой, которая делает бойцов невидимыми для приборов. Армированная ткань, то есть в нем тепло, можно он выдерживать до минус 80 градусов, он аккумулирует тепло. Военно-патриотическому и спортивному воспитанию молодежи Александр Прокопьев уделял большое внимание. При его поддержке многофункциональные спортивные площадки появились в Новоалтайске, а также Бийске. Современное футбольное поле для детей в Барнауле. Помогал киберспортивной федерации развивать этот вид спорта в Алтайском крае. Холб, я приеду в Маген. Воплощены и многие патриотические проекты юнормейцев. Макеты автоматов Калашникова получили студенты из Барнаула. Комплекты современной новой формы – школьники из Кытмановского района. После назначения на должность вице-премьера и министра экономического развития Республики Алтай, Александр Прокопьев записал обращение к избирателям своего округа. Хочу выразить признательность за многолетнее сотрудничество всем, с кем работал на своей родине, в Алтайском крае, правительству, муниципальным коллективам моего избирательного округа и всем, с кем был связан общими идеями и проектами через фонд социального содействия. Желаю всем хороших перспектив и больших успехов. Александр Прокопьев заверил, что все обязательства, которые он брал на себя, будут выполнены. Проекты инициативы доведены до конца. Елена Кузовкина, Елена Макаренко. День с толком.